привет снова всем на канале школа вязания с вами Катя Мушин в сегодняшнем видео мы будем вязать новый такой весенний рисунок спицами такой красивый ажур можно сказать кружево спицами так выглядит узор с лицевой стороны и вот так на изнанке выполнила я его из хлопка достаточно плотного очень красиво получилось узор выполняется на количество петель кратно 7 плюс кромки если это вяжется поворотными рядами значит узор у нас будет и в лицевых и изнаночных рядах съемка по кругу будет у меня на сайте ссылочку смотрите под этим видео петли для узора набираем классическим способом набора я покажу вам два повтора два мотива 7 плюс 7 это 14 петель плюс это будет поворотными рядами поэтому добавляю 2 кромки 16 петель я набираю так первый ряд узора будет с лицевой стороны крайнюю петлю снимаем арборд рисунка у нас будет накид убавка влево переснять 2 петли повернуть каждую правыми стеночками назад вернуть на левую спицу провязать вместе лицевой за задние стенки вот и дальше 5 лицевых раз лицевая 2 3 4 и 5 эти все петель без кромки это наш мотив мы его повторяем накид убавка влево переснять две петли повернув каждую правой стенками назад вернуть обратно вместе провязать лицевой за заднюю стенку и 5 лицевых раз два три 4 5 так мы повторяем до конца и в конце только кромку всегда изнаночной петлей вяжу это первый ряд работу разворачиваем второй ряд у нас с изнаночной стороны первую петлю снимаем значит наш мотив вяжется так делаем накид вначале 2 вместе изнаночной следующие две петли провязываю вместе изнаночными петлями за переднюю стенку дальше 2 изнаночные 1 2 и 2 вместе изнаночной за заднюю стенку значит мне нужно так сделать убавку чтобы было с лицевой стороны убавка влево с изнаночной стороны это выполняется так переснимается 2 петли поворачивая каждую правой стеночкой назад возвращаем их на левую спицу переводим ниточку вперед теперь правой спицы подхватываем 2 петли вот так сначала вторую затем первую вот и провязываем вместе изнаночной но за задние стенки вот затем делаем еще один накид и 1 изнаночная вот такой у нас мотив и это мы повторяем значит накид 2 вместе изнаночной за передние стенки 2 изнаночные 2 вместе изнаночной за задние стенки переснять 2 петли поверну правой стеночкой назад вернуть обратно на левую спицу ниточку вперед и 2 вместе изнаночной за задние стенки затем накид и еще одна изнаночная петля повторять так до конца и в конце кромку также вяжем изнаночной петлей вот это второй ряд так работу поворачиваем 3 ряд у нас с лицевой стороны первую петлю снимаем наш мотив будет 2 лицевые делаем накид убавка влево переснять 2 петли повернув каждую правой стеночками назад вернуть обратно провязать 2 вместе лицевой за задние стенки затем убавка вправо так убавка вправо выполняется вот так слева направо 2 петли подхватываем и провязываем вместе лицевой петлей затем еще один накид и 1 лицевая вот такой наш мотив это мы повторяем 2 лицевые накид 2 вместе лицевой с уклоном влево переснять 2 петли повернув каждую правой стеночками назад вернуть обратно и провязать вместе лицевой за задние стенки 2 вместе лицевой с уклоном вправо слева направо 2 петли провязываем вместе лицевой за передние стенки снова делаем накид и 1 лицевая вот наш второй повтор так повторяется все до конца и кромку в конце выполняем изнаночной петлей вот это третий ряд работу разворачиваем с изнаночной стороны четвертый ряд первую петлю снимаем четвертом ряду все петли выполняются просто изнаночными петлями вот абсолютно все петли 10 накид эти что мы они выполняли убавку сейчас вяжутся изнаночными до конца ряда последние и кромку тоже изнаночной готов четвертый ряд так следующий пятый ряд лицевая сторона первую петлю снимаем теперь раппорт рисунка начинаем с двух лицевых дальше 2 вместе лицевой с уклоном вправо слева направо 2 петли провязать вместе лицевой петлей делаем накид и 3 лицевые 1 2 и 3 вот такой наш мотив повторяем 2 лицевые в начале 5 лицевых подряд получили мы 2 вместе лицевой с уклоном вправо слева направо 2 петли провязываем вместе делаем накид и еще 3 лицевые 1 2 3 повторять так до последней петли кромку изнаночной вот это пятый ряд шестой ряд на изнанке первую петлю снимаем раппорт начинаем из одной изнаночной петли дальше следующие две петли провязываем вместе изнаночной за заднюю стенку переснять две петли и повернув каждую правильными стенками назад вернуть обратно ниточку вперед и провязать 2 вместе изнаночной за заднюю стеночку вот так после делаем накид 1 изнаночная снова накид 2 вместе изнаночной за передней стенки плюс 1 изнаночная петля вот это наш мотив повторяем 1 изнаночная 2 вместе изнаночной за задней стенке переснять 2 петли повернуть правым стеночками назад вернуть их на левую спицу ниточку перед вязанием слева направо две вместе изнаночной провязываем за задние стенки делаем накид 1 изнаночная накид 2 вместе изнаночной за передние стенки плюс 1 изнаночная так повторяем до конца кромку изнаночной петлей это наш шестой ряд так седьмой ряд лицевая сторона снять первую петлю мотив узора 2 вместе лицевой с уклоном вправо слева направо 2 петли провязываем вместе накид 3 лицевые 1 2 3 накид и убавка влево переснять две петли повернув каждую правыми стеночками назад вернуть их на левую спицу провязать вместе лицевой за задние стенки вот такой наш мотив повторяйте 2 вместе лицевой с уклоном вправо накид 3 лицевые 1 2 3 накид убавка влево переснять две петли поворачивая правыми стеночками назад вернуть обратно вместе лицевой провязать за задние стенки кромку в конце вяжу изнаночной петлей вот это наш седьмой ряд следующий возьму ряд на изнанке снять первую петлю 8 ряд как и 4 вяжется просто изнаночными петлями вот каждую петлю я вяжу изнанкой и так до конца ряда все изнаночными петлями так он связался четвертый и теперь и 8 ряд и кромку тоже изнаночные готовы так теперь для всего узора мы повторяем эти 8 рядов то и дальше рисунок повторяется с 1 по 8 ряды так напомним первый ряд у нас было кромку снять делаем накид убавка влево переснимаю две петли поворачивая правой стеночками назад вернуть обратно две вместе лицевой за задние стенки затем еще пять лицевых раз два три 4 помните да вот такой был наш мотив значит повторяя эти 8 рядов очков я получаю вот такое красивое кружево такой ажурный рисунок супер подходит для вязания демисезонных и летних кофточек в зависимости от пряжи который вы выберите спасибо всем за просмотр не забывайте скачивать схемы